Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии гость доктора политических наук Калиева Марала Шатулаевна. Калиева Марала Шатулаевна давно работает в Институте истории государства. Она занимается разработками вопросов социальной модернизации полиэтнического общества. И мы поговорим о том, насколько эта тема актуальна. Что имел в виду Нурсулан Аберич Назарбаев, когда поднимал вопросы о создании общества всеобщего труда? Как это созвучно с идеями президента Республики Казахстан Касм-Жамарта Токаева, сказанной им о слышащем государстве? Поэтому актуальность этого вопроса, что означает полиэтническое общество, нам расскажет Марала Шатулаевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно, спасибо большое. Конечно, на сегодняшний день вопросы социальной модернизации нашего государства, наше государство полиэтническое, конечно, эти вопросы очень актуальны. Эти вопросы, с моей точки зрения, имеют большое значение для современного развития нашего Казахстана. 30 лет нашей независимости, вот мы в преддверии 30-летия независимости Республики Казахстан, я хочу отметить, что вопросы социального благополучия общества, социального благополучия политического населения всегда ставились и находятся в центре внимания государства. Вопросы социальной модернизации общества, это прежде всего вопросы, которые касаются аспектов развития социального государства. 21 век, это век больших технологий, это в целом по глобальному миру, это вопросы развития информационного общества. И поэтому, конечно же, работа нашего первого президента, Ельбаса Нурсултана Абишевича Назарбаева, социальная модернизация Казахстана «20 шагов к обществу всеобщего труда», опубликованная еще в 2012 году, она, я полагаю, и на сегодняшний день очень актуальна и востребована. Тем более, что в работе Ельбаса очень четко говорится о технологии развития современного мира, глобального мира, который диктует свои определенные запросы, глобальный мир, который имеет очень большие риски. И, конечно же, глобальное неспокойствие – это тот момент, который был еще в 10-е и 12-е годы, и по сегодняшний день, как сейчас мы видим, по нашей жизни, по системе функционирования современного международного сообщества, вот эти риски глобального характера на сегодняшний день также и имеют место быть. Это как вызовы и ответы, да? Да, совершенно верно. То есть развитие общества, общество – это социальный мир, это прежде всего население, это прежде всего социум, и, конечно же, развитие любого общества на современном этапе, оно должно призвано адекватно отвечать тем вопросам, которые диктует существующий глобальный мир. Я полагаю, что действительно эти вопросы очень на сегодня и актуальны. И, конечно, в прошлом году было послание уже нашего главы государства, Хасмужу Марту Тукаева, конструктивный общественный диалог, основа стабильности и процветания Казахстана. Это был 2019 год, но там как раз-таки была уже инициирована концепция слышащего государства. Это вот очень интересно. Много вопросов возникает. Что под этим подразумевается? Ну, прежде всего, это диалог, конструктивный диалог власти, общества и, конечно же, бизнеса. Потому что бизнес на сегодняшний день – это одна из основных таких институциональных систем развития современного государства. Тем более, что мы с первых шагов создания, основания нашей государственной независимости перешли на основы рыночной экономики. И поэтому, конечно же, определение этого конструктивного диалога, и чтобы государство услышало те запросы, которые идут от общества, от институтов гражданского общества, и чтобы эти запросы были вовремя и ответственно реализованы – это, конечно, имеет на сегодняшний день большое значение. И я полагаю, что это, наверное, один из таких больших социальных ресурсов и стабильности, и устойчивого развития государства. Мы все знаем, что наше государство независимое, полиэтническое, и поэтому, конечно же, вопросы политической стабильности, вопросы сохранения социальной стабильности в обществе, они являются одними из самых основных и на сегодняшний день существенных. Это касается не только нашей страны. Если мы сейчас посмотрим на практику мирового международного сообщества, то, естественно, вопросы стабильности – это вопросы одни из самых наиважнейших, и каждая государственная система цивилизованная на сегодняшний день решает эти вопросы. Но мы видим, как они остро стоят на повестке дня сейчас, даже на нашем постсоветском пространстве. Это и события на Кавказе, и на Украине, и, в принципе, в окружении наших ближайших соседей. Есть ли и угрозы для нашего казахстанского общества? Полагаю, что вопросы социальных отношений, они, конечно же, должны... То есть рассмотрение этих вопросов, прежде всего, должно исходить из того критерия, что мы политическое государство. Но для решения многих вопросов, для сохранения стабильности, для позитивного развития, для конструктивного развития со стороны государства делается очень многое. И прежде всего, все-таки, это то, что в 1995 году была образована Ассамблея народов Казахстана, потом она была трансформирована в Ассамблею народа Казахстана после реформы 2007 года, по-моему. И, конечно же, вопросы сохранения стабильности межэтнического согласия, они являются наиважнейшими. И полагаю, что наше государство сделало очень многое по результатам на сегодняшний день, чтобы все вопросы решались именно на правовом поле. То есть, прежде всего, мы граждане страны и граждане, которые призваны и должны уважать законы своей страны. И поэтому любые вопросы, которые существуют, они должны решаться на правовом поле. И одна из главных таких ресурсных основ для сохранения стабильности, для дальнейшего развития политического общества, это, конечно же, решение социальных вопросов. Социальных вопросов, которые касаются прежде всего молодежи, потому что молодежь — это, в общем-то, и будущее страны. И молодежь, надо сказать, та социальная основа, которая через себя пропускает и тот исторический путь, который был у государства, и ту историю современную, которую она сейчас проживает, и, конечно же, ту перспективу, которую государство планирует на будущее. То есть, своеобразное вот такое состояние молодежи, которое, в общем-то, на себе несет, скорее всего, и ответственность, и те плоды, которые государство на сегодняшний день имеет, и тот задел, который государство, в общем-то, должно в будущем строить и определять и социальное благополучие, и достойную жизнь людей. Ну, наверное, стоит подчеркнуть, что молодежная политика была одним из основных вопросов деятельности Ельбасы, и как эстафетную палочку он передал ее Космжемарту Такаеву, вот, можно сказать и об объявлении года волонтеров, вот, именно показывая тот статус, который придается молодежи, да, какое значение оно имеет в современной политике, внутренней политике нашего государства. Да, совершенно верно, да. Ну, насколько вот показала та вот реальность, с которой мы сегодня сейчас все столкнулись, это, я имею в виду, вот, пандемию COVID-19, и, конечно, молодежь, волонтерское движение, вот, о котором вы упомянули, совершенно справедливо, это движение тоже внесло свою позитивную лепту, и мы знаем, вот, на опыте весенних, летних событий, насколько волонтерские организации, в том числе, вот, молодежь старалась по мере своих возможностей оказать посильную помощь, и в переводе определенных, вот, научных статей, я знаю, вот, медицинского характера с английского языка, вот, на наш язык, чтобы на казахский, на русский язык, чтобы люди могли узнавать и постигать те новые научные методы, которые существуют, допустим, вот, по лечению и по профилактике. Ну, и, кроме того, конечно, молодежь очень много делала и делает для того, чтобы с социальной точки зрения вносить свой вклад для того, чтобы люди могли какие-то вот моменты, сложные моменты, определенной вот своей бытовой жизни, ну, помогали решать, допустим, сотрудничество с местными исполнительными властями, поэтому в этом плане молодежь, в общем-то, она вносила и вносит свою посильную лепту вот в ту сложную ситуацию, с которой оказалось, ну, в общем-то, все наше мировое международное сообщество. Ну, вот вы не зря подняли именно проблему, связанную с пандемией и распространением коронавируса, да? Да. В этом плане это действительно оказалось реальной угрозой для казахстанского общества и для всего мирового сообщества. Мы видим, какие меры были приняты главами ведущих мировых держав. Мы видим и о тех превентивных мерах, которые были приняты нашим правительством, вот, властями Казахстана. Как вы оцениваете эти меры в контексте вот социальной модернизации? Ну, полагаю, в общем-то, что действительно все страны международного сообщества, и в том числе вот наш Казахстан, мы все столкнулись с этой очень серьезной угрозой, опасной угрозой санитарно-эпидемиологического характера. И, конечно же, эти вопросы, которые связаны со здоровьем, благополучием человека, они, конечно же, да, и прежде всего с благополучием и общества, конечно же, они носят социальный характер. Но, насколько показала практика, а мы можем все это оценивать все-таки с точки зрения сравнительно-сопоставительного анализа с тем, что происходит у наших добрых соседей вообще в глобальном таком масштабе, конечно, международное сообщество, и мы в том числе, испытали очень много сложностей и трудностей, прежде всего с обеспечением лекарственными средствами, особенно вот в летний период. Ну, с другой стороны, государство приняло определенные соответствующие меры такого и административного, и исполнительного характера. И все-таки вот благодаря той политической воле, которая была проявлена, конечно же, мы смогли таким вот определенным достойным образом, в общем-то, выйти из той сложной ситуации, в которой мы все оказались, прежде всего, общество. И я полагаю, нужно отдать должное и руководству страны, и нашему гражданскому обществу, и за взаимопонимание, и за то, что, в общем-то, и власть, и общество, и институты бизнеса сумели прийти к общему определенному консенсусу, и в столь сложной ситуации для государства все-таки общество смогло и взаимопонимание свое проявить. И, в общем-то, на сегодняшний день, насколько вот мы знаем, в общем-то, события сейчас, они стали более приемлемыми, более, скажем так, мягкими, и, наверное, это взаимная заслуга и институтов власти, и общества, ну, и бизнеса в том числе. Хорошо. Марла Шталовна, скажите, пожалуйста, вот в этом диалоге все-таки два лица. Это государство, с одной стороны, и общество, с другой стороны. Мы говорим об ответственности государства, а давайте посмотрим на общество. Как общество развивалось за это время? Как оно менялось? Как менялось отношение общества к государству? Вот эти наши 30 лет, вот мы стоим на пороге 30-летия независимости, они, я так полагаю, что общество за эти 30 лет все-таки тоже прошло очень такой большой содержательный путь по развитию своей определенной и гражданской культуры, и политической культуры, и правовой культуры. То есть мы научились понимать те вопросы, которые государство поднимает, мы научились понимать, что такое вообще гражданское общество, и прежде всего с точки зрения ответственности самого гражданского общества за те решения, которые принимает государство, инициирует общество, а принимает государство. Потому что парламент, допустим, это высший законодательный институт власти, высший законодательный орган, и представители законодательного органа, они принимают те законы, которые отвечают интересам общества. То есть это такой взаимосвязанный процесс. И, насколько показала практика нашей повседневной жизни, я не зря упомянула о правовом поле. И поэтому, какие бы запросы общество ни предъявляло, оно в любом случае тоже должно понимать существующую ситуацию. Должно понимать, что Казахстан на сегодняшний день это одно из государств международного сообщества, которое развивается по демократическим, по определенным направлениям рыночной экономики. И это тоже и экономика, она тоже диктует свои определенные запросы и законы. Это уложено, так существует в международной практике. Поэтому общество со своей стороны тоже проявило определенные взаимопонимания. И полагаю, что в дальнейшем обязательно нужно приходить к диалогу. Обычно так должно быть. Для того, чтобы общество сообща, и государство, и институты власти сообща могли дальше развиваться. Это технология цивилизованного развития современного государства. Хорошо. То есть трансформация состоялась, да? Да, полагаю, да. Потому что, насколько показали весенние, особенно летние события, период коронавирусной пандемии, было очень много сложных моментов. Но хочу еще раз повторить, все-таки к чести и государства, и общества, я полагаю, что мы достойно вышли из той ситуации. На сегодняшний день существует и взаимопонимание, и то, что мы совместными усилиями хотим уже дальше идти к развитию, к преодолению. То есть посткризисный период, который должен прежде всего быть направлен на то, чтобы было и социальное благополучие, и рост экономики. Хорошо. Какие на сегодняшний день существуют тренды, направления именно в этой сфере, в вопросах социальной модернизации политического общества? Говорить о новых трендах, это, скорее всего, говорить о новых возможностях развития социальной сферы с учетом той реальности, которая существует на сегодняшний день. Об этом, кстати, очень подробно говорил глава государства в своем послании от 1 сентября текущего 2020 года. И поэтому сейчас новое время, время новых действий. Хочу сказать, что, наверное, все-таки одна из самых существенных таких ресурсных тем и вопросов, это прежде всего обеспечение жильем. И жилищная проблема, потому что человек — это его домашний очаг. Он должен после работы, условно скажем, приходить домой, отдыхать и снова быть в своей семье, иметь свой собственный очаг. И после этого на следующий день, как мы говорим, со всем зарядом, новой силой идти и работать во благо общества. И поэтому решение жилищной программы — это одна из таких краеугольных основ современных трендов. Но на сегодняшний день существует очень много программ. Но мне хотелось бы сказать о программе. Она, по-моему, в общем-то продолжает. Была принята программа 7-20-25, и теперь уже она трансформирована в программу. Или, как бы, может, и параллельно идет, да, 7-10-20. 5-10-20. 5-10-20, да, совершенно верно. То есть, как мы видим, государство со своей стороны в меру тех возможностей, которые на сегодняшний день в связи с этими очень сложными условиями сложились. То есть процесс идет, и это, наверное, одно из новых направлений технологии развития социальной политики. И хочу сказать, что сейчас, в общем-то, социальные государства — это, прежде всего, государства, которые должны быть трансформированы в своей политике от системы социального обслуживания к системе социального проектирования. Интересно. Что это значит? Обязательно. Потому что даже, ну, в основном это касается, в общем-то, людей, которые сейчас начинают свой жизненный путь. Это молодое поколение, которое после окончания школы, после окончания высшего учебного заведения, оно всегда вступает в свою самостоятельную жизнь. И всегда вот сталкивается с первыми такими жизненными социальными вопросами. И поэтому речь идет о том, что и молодежь должна иметь ответственность. Она должна, прежде всего, исходя из той реальности, которая существует, где-то корректировать свои планы жизненные, где-то иметь более такой широкий подход, широкий взгляд. То есть во многом тоже брать ответственность на себя. То есть внедрять такой проектный менеджмент, да? Да, где-то возможно. Социальная модернизация. Да, потому что это практика мировая, которая существует. И мы можем сказать, что технология социального государства – это, прежде всего, практика западных стран. Прежде всего. И на сегодня западные страны – это страны, которые ориентированы на социальные аспекты развития общества. Экономика, рыночная экономика, и в то же время развитие социальной модели. Ну, наиболее ярко, по-моему, это было еще в советских времен, шведская модель, как говорили, социализма. И в 2015 году я была в Финляндии, и там вот как раз очень много было таких научных трендов по социальным аспектам развития общества в университете Финляндии. И вот как раз там в выступлениях как раз наши коллеги, финские ученые, говорили о том, что социальная система, она настолько сильна, насколько государство своей целью ставит развитие благополучия общества. То есть это взаимосвязанный процесс. Если общество социально спокойно живет, то и, следовательно, отдача от этого общества для развития государства адекватна. То есть оно вот во взаимосвязи. Понятно. Это взаимозависимые такие моменты. Да, совершенно верно. Когда мы говорим о модернизации, одновременно подразумевается и потеря каких-то традиционных институтов. Вот как это соотносится в нашей ситуации? Не потеряем ли мы те ценности, которые были присущи традиционному казахскому обществу? Не случайно Руслан Вячеслав Зарбаев в своих вступлениях, в статьях «Семь грани великой степи» Рухани Жангру поднимает вопрос о национальной идентичности. Нет ли здесь такой угрозы? Я думаю, наоборот. Здесь все в общем-то в очень такой хорошей и большой гармонии. Потому что Рухани Жангру — это прежде всего программа, которая определяет духовное развитие общества. Конечно, у нас очень богатые национальные истоки. И мы самое главное, что стараемся, чтобы эти наши истоки всегда были в гармонии с теми национальными особенностями и традициями, которые имеют место быть среди других этносов. То есть мы всегда в гармонии, мы всегда развиваемся совместно, потому что это единое политическое государство. И что касается, как вы говорите, социальных традиций и аспектов, я думаю, что прежде всего здесь нужно говорить о том, что была только одна такая, ну скажем так, условно-административная. Это в советской, мы же все перешли от советской эпохи, в начале 90-х годов, да. Там очень сильно существовала система патернализма. То есть государство обеспечивает работы, государство обеспечивает жильем, государство обеспечивает всеми социальными благами, то есть только государство. И гражданин привык к этому. Да, гражданин, он не только привык, это психология, которая, в общем-то, она и не давала ему внутренней, наверное, ресурсной такой возможности развиваться, то есть выходить за какие-то рамки, за какие-то такие, ну скажем так. За правила, да. Да, ну мы, в общем-то, преодолели этот рубеж, и на сегодняшний день в нашей традиции, да и в традиции всех этносов нашей страны, это труд, труд, который дает благо человеку. Ну и, собственно говоря, вот то, о чем мы, из чего и начали, это в работе Нурстана Амбишевича, вот социальная модернизация Казахстана, 20 шагов к обществу всеобщего труда. То есть труд, который человеку и на сегодняшний день может дать, и великолепное образование, никто ему не мешает. Сейчас столько возможностей изучать английский язык, изучать французский язык, изучать современные информационные технологии. Это касается не только молодых людей, это касается любого человека, гражданина вне зависимости, я считаю, от возраста. Если он хочет, он может познать. Сейчас, кстати говоря, вот с ограничительными карантинными мерами, сейчас очень большое значение имеют информационные технологии, и, по-моему, даже наши и бабушки, и дедушки сейчас прекрасно освоили компьютеры. Вынуждены стали. Да, как оказалось, и могут с большими возможностями осваивать эти технологии и изучать, что происходит, расширять свой кругозор, то есть познавать мир. И это просто великолепно, когда есть такие возможности. Замечательно. Ну и напоследок, вот вы занимаетесь этой темой, очень интересно, действительно. Подошли ли вы к какой-то формуле социального благополучия полиэтнического общества? Есть ли тут такие слагаемые, которые при решении формулы дадут положительный эффект? Ну, прежде всего, хочу сказать, что есть такое понятие «совершенству нет предела». Это само по себе, да. Ну, а если говорить более предметно, то, конечно же, социальный процесс, видите, это процесс, который всегда идет. То есть, как развивается мир, адекватно и развивается государство. Мы не от дилеммы, где есть минусы в глобальном мире, вот мы убедились, этот минус всегда накладывает на любое другое государство. Если есть большие плюсы в глобальном мире, то, соответственно, эти плюсы также сказываются на жизни людей в других странах. То есть, все очень и очень взаимосвязано. Главная, по-моему, модель такого социального благополучия – это, прежде всего, социальная ответственность и самого гражданина, социальная ответственность государства. И, конечно же, прежде всего, это и такое социальное партнерство. То есть, когда все и представители вот этих институтов, и власти, и общества, и бизнеса, потому что определенная часть населения работает в системе бизнеса, это естественный процесс, то, конечно же, прежде всего, чтобы было и законодательно определенное правовое поле. И, с другой стороны, чтобы и сам гражданин, он имел определенную меру, еще раз хочу повторить, именно ответственности. То есть, это все взаимно. Диалог, определенный конструктивный диалог. И, действительно, сейчас время таких хороших действий, действий, которые, прежде всего, должны иметь свою определенную направленность. Ну и, поскольку мир сейчас очень сложный, мир сейчас, он столкнулся с очень большими вызовами, рисками. И, поэтому, мне кажется, что и государство, и общество, все мы вместе должны беречь наше государство, беречь друг друга и оптимально идти вперед. Хорошо. Большое спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Дорогие друзья, с нами была Марла Шатулаевна. Мы поговорили о вопросах модернизации политического общества. Действительно, за 30 лет независимости наше общество прошло далеко вперед. Сформировано гражданское общество, появились новые ценности. Но очень важно в этом диалоге с государством сохранять ответственность. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.